Итак, мы возвращаемся к нашим лягушечкам. Очень настоятельная просьба досмотреть это видео до конца, поскольку оно будет очень полезно для всех террориумистов-любителей. Собственно, зачем я это снимаю? Чтобы показать, наши лягушечки оказались вовсе не лягушечками, а самыми настоящими жабами. И перед вами типичный представитель Подмосковья – жаба обыкновенная. Также ее называют серая жаба. Собственно, благодаря тому, что мы находимся в определенной климатической зоне, а именно в Подмосковье, можно посмотреть в интернете, какие лягушки вводятся у нас в Подмосковье. Что позволит сократить возможные недопонимания и различия между лягушками и жабами. То есть, можно будет опознать вид с наибольшей достоверностью. А это у нас типичная серая жаба. Итак, жабы отличаются от лягушек тем, самым основным. Значит, сначала надо сказать, почему я пришел к выводу, что это жаба. В основном, меня смутило то, что они именно пищат. Они квакают, как обычные лягушки. Я пошел в интернет, забил в поисковике про пищащих лягушек и наткнулся на видеоники с ее второго канала «Елка», в котором она показывала двух практически идентично пищащих жабанек. При этом эти жабоньки выглядели сходным образом вот с этой жабонькой. Собственно, главным морфологическим признаком жабы является и ее вот такие вот бугорочки, находящиеся сзади глаз. Их можно сейчас легко увидеть. Эти мешочки содержат нейротоксин. Проще говоря, яд. И это основное морфологическое отличие жабы от лягушки. Это своеобразная защитная реакция. Как только ее пытается съесть какое-то животное, эти мешочки раскрываются, и яд попадает в рот животному, вызывая рвотные рефлексы, отравления и прочие спазматические реакции, которые вызываются отравлением. Другие признаки того, что это жабонька, это ее окрас. Подмосковные бурые и зеленые лягушки выглядят по-другому. У них более камуфляжная окраска, из более ярких цветов. Конечно, тоже коричневатый и зеленый входит в эти цвета, но это как раз более заметен. И вот эти вот бугорки по всему телу у лягушек выставлены более в ряд и напоминают больше складки кожи, чем бугорки. А теперь, почему лягушек нельзя, точнее жаб, я не стану давать моему капскому варану. Конечно, капские вараны едят разных животных, в том числе и ядовитых скорпионов, но поскольку их климатическая зона далека от нашего Подмосковья, сомневаюсь, что в природе оп, прыгнуло хорошо, сомневаюсь, что в природе они едят что-то подобное. Точнее, серых жаб. Собственно, серые жабы, в отличие от лягушек, не так хорошо прыгают, не так хорошо плавают, они гораздо более медлительны, предпочитают перемещаться не прыжками, а пешочком. Ну, собственно, это компенсируется их защитными, защитными, ядовитыми бугорками. Такая жабонькая. Собственно, да, капскому ворону я не стану не давать, потому что неизвестно, какая у него будет реакция. На форумах многие пишут, что одни давали лягушек у варанов, ничего не было, у других варанов была пена изо рта. Это не точность. Скорее всего, те лягушки, которых давали вараны и вызывали пену изо рта, это были жабы, а вовсе не лягушки. Поэтому я не буду давать этих жабонек в качестве пищи своему капскому варанчику. А чуть позже просто пойду и выпущу их на волю, туда, где я их и поймал. Собственно, нет никакого смысла их убивать. Лягушки очень полезны, ровно как и жабы. Они регулируют численность вредных насекомых, которых не едят ни птицы, ни другие животные. Фактически, лягушки всеядные могут есть как... Ну, конечно, у взрослой жизни они не предпочитают больше насекомых, мяса и червей. А вот в детстве в состоянии личинки головастика предпочитают растительную пищу. Так что пускай эти жабоньки еще поживут в своем родном водоеме. Ну, точнее, поскольку жабы более сухопутные, скорее всего, они пришли в тот водоем только для того, чтобы отложить икринки, спариться и продолжить свой род. А так жабы в основном сухопутные существа. Собственно, поэтому я так хотел, чтобы все досмотрели видео до конца, если угодно дослушали его. Если вы хотите здоровья своему питомцу и выловили в природе что-то подобное, то никогда не давайте своему питомцу то, что вы не идентифицировали. В зонмогосинах вам безошибочно продадут именно то, что вы хотели, поскольку это их специализация на выращивании и продаже конкретных товаров животных с конкретными наминованиями. А вот в природе то, что вы поймали в природе вам придется идентифицировать самим. То есть узнавать всю подноготную животную самому либо обращаться к специалисту так же самому. Благо есть интернет и вы можете посмотреть в интернете. О, упрыгала. признаки второй лягушки конечно менее выражены, но бугорки на ее теле также заметны. Скорее всего эта лягушка просто эта жабонька просто более молодая. Но тем не менее это два представителя серых жаб. Поэтому заботитесь о своих домашних питомцах, не кормите их тем, что вы не знаете. Если вы не знаете, что вы поймали. Пожалуй все. то, что мы семья лягушки просто